Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешью. Вопросы и ответы. Вопрос 462. Если у человека есть подозрение на одержимость, то что делает православный священник? Им дана власть изгонять демонов. Дана? И что потом с этим человеком далее? Его допускают до крещения? Я знаю примеры, где похоже на одержимость, касающиеся еды, блуда. Ответ. Ответы, которые я давал в университетах, в институтах. У церкви есть каноны, запрещающие крестить одержимых до смертного часа и не причащать уже верных, ставших одержимыми. Доколе они не будут исцелены. Видите, вот я сказал, ну откуда-то, знаете, о священии говорил можно. О священии говорил можно, а мы теперь посмотрим, можно или нельзя конкретно. Тимофей Александрийский. Вопрос 3. Если кто верный, одержим бесом, должен ли приобщаться святых тайн или нет? Ответ. А еще не нарушая тайны и не хулит иным каким-либо образом, то допрещащается. Но не каждый день. Довольно для него только по временам. Ну не сказала по временам. Ну а времена это 4 раза в году. 4 времени года. У русских всегда причащались 4 раза в году. 4. Это у Достоевского написано, у всех. И это содержит у старобрядцев, который содержит тот самый настрой, который был при князе Владимире. Священникам дана эта власть, теоретически. А практически многих из них самих нужно отчитывать и сгонять из них бесов. Нормальный, неодержимый священник не может воевать против Библии, то есть и против Христа. В житиях святых говорится о таковых и о причинах их одержимости. Жизнь во грехе. Жизнь и в пороках. В грязи. В грязи и пороках и незаконное отлучение от причастия. То есть они еще и что священник? Не допущу до причастия. Указанное лекарством оставить священное действие навсегда. Но они предпочтут и умереть в этой беде, нежели оставить свою кормушку. 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 Есть одержимость и есть признаки одержимости. Одержимость в еде проявляется в чрезмерном поглощении пищи. Полигафия. Полифагия. Ну полиграф. Такой может съесть как собакевич целого быка. В духовном варианте это всеядность просмотра фильмов и чтения всего, что попадает под руку. Дух блуда любит подпитку через рот. Почему святые отцы и советуют победить сначала страсть, чревную. 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 А потом подчревную. Ну то есть что ниже чрева у тебя там? Нужно хорошо с многими потами работать. Меньше спать, тепло не одеваться. Потами то есть потеть. Жития переполнены примерами борьбы с духом блуда. Сегодняшние исследователи находят, что подавляющее большинство компьютерщиков, программистов одержимые. А те, кто играет в компьютерные игры, быстро впадают в беснование. И при том буйное. До убийства и самоубийства. Советские называли Адольфа Гитлера бесноватый фюрер. Но Библия говорит, Сирахов да спироглава, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Кого вы называете бесноватым? А Ленин и Сталин не бесноватые? Не лучше ли на себя к ума оборотиться? Крылов. Большевики, террористы, это все одержимые люди. О них так и говорят, одержимые идеи. Идейное беснование. И особенно вычурное, экстравагантное, оно бывает у тех, кто знал истину и причащался тела и крови Христовой, и шел в страну далекую от Матфея. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим слым родом, который Петра. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Сатана в разговоре с Антонием Великим говорит, что он может и поститься, и бодрствовать, но более всего нетерпимо для него смирение. Этим оружием его и надо бить от Матфея. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Вот такой ответ. Богу нашему слава.